Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбро, и мы продолжаем играть за американистов. Сейчас эта серия будет для нас очень важная, потому что именно в ней нам придется принять одно очень радикальное решение. Давайте по порядку с самого начала. Я в конце прошлой серии, уже после записи, наконец допер. В чем дело, почему у нас не выполняется пункт, что Колумбия должна полностью быть под нашим контролем. Ну мы ведь как бы владеем всеми провинциями, но не тут-то было, ребят. Еще давно-давно в наших первых сериях, этот часопик завоевал здесь один город, и он до сих пор ему принадлежит. Помимо этого, здесь есть еще и баронство нашего святого ордена, людей в черном. И понимаете, в этой вот республике мы легко разберемся, можем освободить просто два данника, завоевать город и сделать ее снова данником. И не париться, потому что как бы она платит нам большие деньги, да еще и союзник хороший. Но проблема в том, что мы не можем воевать с людьми в черном. То есть мы можем, наверное, сделать претензию с помощью нашего великолепного сына, нашего дипломата. Но нам уже 88 лет, и понимаете, что каждый день может быть для нас уже последним. И если вот мы умрем, допустим, то мы будем играть с сыном. Да, у нас будут некоторые пункты выполнены из-за того, что мы владеем большим королевством, как бы все у нас отлично с границами. Но проблема в том, что придется накопить опять дофига патриотизма и престижа. И помимо этого нужно выбраться в прецеденты. А понимаете, в чем дело? Мы наплодили столько новых американистов, а это и конкуренты, понимаете? В итоге пробиться опять в президенты уже с сыном, который, кстати, хуже, чем мы. Это не тот, пардончик, это вообще ужас какой-то... Так, вот он. Будет очень сложно. Хотя, смотрите, он мастер-соблазнитель. С этим трейдом можно даже своих врагов соблазнять. Ну ладно. Что вообще я предлагаю? Я прочитерю. Да, 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 да. Все, тихо, тихо, тихо. Это ужасно, я знаю. Но, чтобы карма и вы меня не загрызли, я отдам что-то взамен. Например, мы можем их не использовать какое-то время. Или же я думаю отдать... Ну, за полторы... Там не полторы. За тысячу с лишним патриотизмом можно отдать, например, 25 тысяч голды. Ой, голды. Во мне дотер просыпается. Золото. Вон 25-30 тысяч, я думаю, это вполне... Ну, достаточно для того патриотизма, который мы будем читерить. Потому что нужно 2500. Да, 2500. И я посчитал, чтобы с таким приростом накопить нужный патриотизм, нам нужно прожить еще минимум 35 лет. Это не фэнтезийный мод, здесь люди так долго не живут. Это мы уже, кстати, нормально подросли, так 88. Поэтому я прочитерю. Уж простите, придется. Выбора у нас нет. Иначе, если мы все-таки не будем это делать, а сдохнем и начнем играть нашим сыном, в лучшем случае мы сможем принять это решение уже к серии, наверное... В лучшем случае, 20-й. И то, если мы выберемся в президенты. Понимаете? Такие дела. Ладно, давайте перед началом всего этого. Я хочу сначала обратить некоторых здесь личностей. Потому что они, это самое, воевали раньше. Поэтому мы их и не могли. Я еще заметил то, что наш здесь этот самый... Как оно? Верховный судья. Он, короче, завоевал вот эту пробку, оказывается. Не вот эти наши, а именно один верховный судья. Откуда у тебя стыковойск, чувак? А, баронство, баронство. Я понял, понял. Смотрите, вот этот вот чувак, я помню, вам вроде бы говорил то, что я хочу сделать его королем. Новую Англию мы можем создать. Я, конечно, планировал сделать Бостон королем. Но потом подумал, блин, это же как-то банально. Как-то совсем уже не то. А вот сделать Теократа королем Новой Англии, я думаю, это будет весело. Не, ну, блин, реально. И он хочет, чтобы мы отдали ему некого от этого. Пусть идет в задницу. У нас так хорошее отношение. Потом сделаем его королем. Мы, конечно, можем королевство сейчас сделать, но это стоит 200 патриотизма. И уж простите, я так много читерить не буду. Ладно, сейчас я поставлю видео на паузу, сделаю все манипуляции и к вам вернусь. Ну, что поделать. Итак, все, я все сделал. И теперь у нас появилось решение вассализировать людей в черном. И мы, кстати, им отдаем еще 500 монет. А вы сейчас слышали? Там музыка лаганула. Класс. Ладно. Так, мы их вассализировали наконец-то. Теперь вы, ребят, наши. Хорошо, у вас здесь два замочка. Этого, кстати, наш вассализировал. Хорошо. Хорошо. Я рассчитывал тебя, чтобы ты здесь один правил одной провинции. Ну, ладно. Так, теперь у нас есть люди в черном под вассалитетом. Они требуют теперь очень мало патриотизма. И вообще платы не берут. Я не думаю, что мы их будем использовать, потому что мы и так сильные. И как бы мы таким читерным образом получили. Поэтому, я думаю, хорошее решение будет их пока не использовать. Еще, знаете, что я заметил? Плюс 240. Это опять. Конечно, хорошо то, что больше 1500% и больше 100% не поднимается. Это уже хорошо, потому что, мне кажется, оно бы еще подлетало до 5000 здесь. А все дело в том, что сейчас опять торговый путь. Прям вот здесь обрезался. И вот здесь, и здесь. Вот такие вот дела. И из-за этого все деньги тупо столпились, скопились у нас вот здесь. И мы получаем эти деньги. Это жесть. Я надеюсь, это долго не будет, потому что, ну, это тоже какие-то что ли читерные деньги. Мне серьезно, это уже не нравится. Мы помню, когда играли за Денери, с каким-то образом багом получили 10 тысяч монет. И все как спустили на наемника, просто отдали. Если такое здесь тоже будет, я так буду делать. Потому что мы и так грешны, ребят. Мы и так грешны. И без того. Так. Сейчас проверю, запись идет. Да, запись идет, слава богу, отлично. Так, сейчас мы смотрим. Рестор Америка. Ага. Сейчас нам нужно накопить 2600. И всего лишь разобраться с часопиком. Давайте так сделаем. Освобождаем Даника. Да, теряем. Это самый свой патриотизм, который это, кстати, дофига. Завоевание округа. Вот этот вот, в север. Все, в бой. Будем воевать с вами войсками. Потому что не хочу портить отношения с нашими ребятами там. Че? А, они отказались, потому что я начал войну. Блин, надо было чуть подождать. Я просто начал войну, из-за этого они отказались. Будь странный, серьезно. Ну, это баг, как бы. Понятное дело, ладно. Как бы все соглашаются, а тут бац и из-за того, что нельзя в войне менять, а ну... Бац и все, они отказались. Кто умер? Только не говорите, что сын скле... А, подожди. А, нет, никто не склеился. У нас склеился барон здесь. А, нет, ничего не склеилось. Слава богу, у нас просто построился баронство. Ой, блин, наверное, стоит кривостные стены здесь у вас построить. Чтобы ты хоть деньги начал получать. Так, отлично. Ну, кстати, сейчас 55 угрозы. Чуть увеличился за то, что мы их, как бы, присоединили к себе. Так, и время чуть быстрее начало идти, потому что я, наконец, купил себе новый кулер. Я даже не привык к тому, что они так быстро крутиться умеют. Тут вообще аж пришлось руками крутить. Дешевле было китайца купить, который бы дул на этот компьютер. Ну, ладно, так. О, эта провинция приняла Деллверскую культуру. Хм, интересно, мы этому поспособствовали как-то? Ну, в общем, теперь у меня хоть моды побыстрее будут идти, и стриму будут легче даваться. А то у меня за вчерашний день компьютер раз, наверное, 15 выключался из-за того, что я пытался видео отрендерить. Так, а здесь мы факторию сломаем. А этих пустим сюда. А, это у нас полководец. Красавчик. Так, мы кого-то можем обучать, сынуля. Ну, давай в экономиста тебе. И мы наставник, да? Ну, и мы тогда давайте будем тебя обучать. Хотя, подожди, может, у нас есть получше? Не-не, ладно, мы будем туда. А эти сыновья, кстати, уже начинают здесь... Господи, чуваки. Сколько у тебя? Четыре. Ну, весь в батю, весь в батю. Только мы не стали мастером. А ты как-то умудрился так быстро и стать. Господи, у нас и так денег столько, слушайте. Давайте, наверное, что-то строить будем. Тренировочный лагерь. А, мы же, кстати, должны сейчас эти деньги спустить. Давайте тогда накопим троечку. 3000, я имею в виду. И спустим деньги. Мы все-таки должны, наверное, получаться сейчас 25-30 тысяч. Нужно запомнить и подсчитывать. Это будет наша оплата за... О, фу, я пересрал, думал, мы умрем. Блин, это полководец. Плата наша за патриотизм. Это типа индульгенция самому себе. Но все-таки, аж мы же президент. Так. Наконец-то. Я вижу, здесь уже кое-что вышло у нас. Возвращаемся, ребятки. Оп. Отлично. Так, а тебя, Даником, слушай. А, на перемирие до 34-го. Блин, ау, это я не рассчитал. Ну ладно, так. Барон, стоп-таки мы сейчас отдадим. Точнее, город. И что мы сейчас делаем? Делаем Америку. Мау, королевство им исчезает? Окей. Класс. Наконец-то. Наконец-то. Кстати, уже такой и герб у нас красивый, и цвет. Хотя цвет такой чисто синючий, не особо мне нравится. Ну ладно. Отлично. Так, что мы сейчас имеем? Теперь у нас здесь феодальные выборы. Да, феодальные выборы. Не исламская система. То есть, теперь не самый сильный сын наследует, а тот, за которого больше всего проголосует. Кто-то у нас имбецил. Ясно. Я понял сразу. Так, лекарь, кстати, нужно поставить. О, знаменитый лекарь. Ты хорош. Давайте. Так, а сейчас будем думать. Где наследование? Уже потерялся. Вот. Так, нам нужен сын. Какой? Блин, вот этот вот классный. Амбициозный, общительный. Трус. Ну, ладно. Вот этот ужасен. А этот, кстати, еще более-менее. Ну ладно, давайте-ка пока поставим вот этого. Пока поставим этого. Будем держать родственников вассалах, кстати. Это очень даже хорошо, потому что теперь у нас меньше шансов, чтобы просто выйдет какой-то левый чувак в правителе. Это хорошо. Очень хорошо. Хотя раньше я боялся. Я не знал, что феодальные выборы будут. Окей. Я вот, конечно, ломаюсь. У этого пятерка, у этого десятка, у этого еще восемнадцать. И как бы... Оба общительные, оба амбициозные. Этот русливый, что жалко очень. Но это можно исправить, если отправить его в бой. Отвели... Отвали, милингра. Фу, какая. Так, ну, ясно, в общем. Окей. У нас же еще сын есть, три годика. Тебе, наверное, дипломата пошлем. У тебя война можно было тоже. Ладно. Тут опять сейчас войны начались. Наши теперь вассалы будут потихонечку воевать. Мы ведь уже ничего не можем сделать толковато, потому что с таким-то... Вы видели это? Охо. Смотрите. Вот оно как, а? У нас угроза ушла. Мы можем воевать. Так. Я вот сейчас думаю. Нам нужно взять вот этих вот. Так вот, запись идет? Покажись. Запись идет. Взять вот этих вот. Потом взять вот этих вот. Хотя можно еще к этому выйти. Можно напасть, например, вот сюда вот. Капиталистам. Но пока они и так слабы. Не хочу их тревожить, а то совсем... Сейчас что-то я хотел сделать. Позарупаться. Не-не. Хотел создать королевство Англии. Давайте так сделаем. И поменяем сейчас быстренько этим религию. Давайте, ребята. Ну, мы сделали сильных вассалов. Поэтому, как видите, они сами уже вполне могут завоевывать. О, супной тиф. Как красиво оно распространилось. Даже вот видите. Небольшие наши судьи могут спокойно завоевать целую провинцию. Опасно тут на самом деле. Ага. Все, приняли. Кепочку себе надел. И, наверное, дадим тебе королевство. А мы не можем, да? А мы не можем. Тебе крати вроде королевства нельзя давать, да? Значит, нельзя тебе крати давать королевство. Класс. Можно, конечно, этому сейчас отдать. Но я вот думаю. Стоит ли? Кто-то начал замечать то, что... Строить замки начали. Потому что, видите, они все пустые. Как бы полностью. Почти все. И здесь тоже. А нет, здесь вроде бы так и было. А нет. Нет. Видите, пустые строения. Значит, все-таки они приняли феодализм. Очень быстро. Я думал, это будет очень долго. Но нет, они... Но только эти правки очень будут бедны. Долгое время из-за того, что... Только будут строиться здесь. Хотя, мы уже видите, 30-ка. Это, в принципе, нормально. Вот эти только племена нужно обработать. Так, ты американист. Хорошо. Ладно, потому что никому королевство пока это давать не будем. Пока оставим его себе. И у нас еще королевство Колумбии осталось. А королевство Готэм. А, оно удалилось... А, да. Оно удалилось по решению. Хорошо. Но пока оно с 21-24. Я не думаю, что можно пока кому-то что-то отдавать. Хотя племенные вассалы, они не идут в расчет. А вот тут начинают гады делать замки себе. И они залазят в расчет. Такое вот дело. Так. А тебя, слушай. А тебе может отозвем титул? А, не, нельзя. Я просто хотел этому отдать. Потому что у него много герцогств. Ну, ладно. Ты объявляешь войну на часа пик? За вот эту вот область? Священкой хочешь угануть? Ты справишься? Ну, ладно. У нас и так, в принципе, деньги идут очень-очень. Можно и избавиться от торговой республики. Ну, ладно, ладно. Так. Хорошо, щедрый. А, вот оно как. И феодальные выборы и здесь. Слушайте, это королевство может кто-то у меня даже забрать. Сына этого сделаем. О, это плохо. А здесь исландская система. Ну, это, слава богу, так. Хоть в герцоги не уйдем. У нас, получается, в Колумбии исландская система. Класс. Здесь феодальные. А королевство Англии может забрать. Вот, чувак. О, кстати, ты доверяешь сюда выходишь? Ты давай. Слушай, давайте деньги отправим. Чтобы ты начал что-то строить. Ой, не в тюрьму. По 15, конечно, долговато. Так будет, но... Ладно, так тебе пойдет. Подкопишь и давай строй. Удачи. Так. А вот им... Конечно, может быть, стоит отдать кому-то сразу же, чтобы... Не получать... А хотя 21... А то каким-то имбецилам все-таки дадутся в руки это королевство. Так. А вот сейчас это плохо. На самом деле, любая вот царапинка может нас убить. Так. Сейчас нужно кое-что решить. Это королевство, наверное, я отдам этому мальцу. Потому что... Все-таки этот чувак его может забрать. Да, его может забрать. Или может забрать вот этот вообще. Какого фига ты сюда выходишь? Я понятия могу. Это же вообще... Не то совсем. Отдадим этому мальцу. Я хочу сначала сделать, может быть, помолвку. Нашей дочкой. Вот. Давай. О, второй плюс один. Чтобы у нас потом дальше проблем не было. Пактами нападений есть. И королевство Новая Англия. Хорошо. Хорошо. Давай дадим тебе. Как у нас теперь получается? Ну, нормально, нормально. Так. А это не Новая Англия. Это уже Готэм. А это Новая Англия. А ты ему не дался? Вот так, получается, идет. А ты че? Ну, ладно. Пусть будешь так. Окей. Не будем тогда его сразу передавать. А то сильно-сильный вассал будет. Окей. Хорошо. Сейчас нам нужно, конечно, вылечиться и... Ау. Ну, с другой стороны, делать сильных вассалов это хорошо, потому что... Оу. Подожди. Этот чувак напал на него. Подожди, подожди, подожди. А можем передать вассалу? А мы не можем ему его передать. Можем людей в черном его отдать. Черт. Мы только что спровоцировали сейчас... Ммм... Большую войну. Я на стороне этого, потому что у нас с ним как бы союзик и... Туда-сюда. А это че такое? Черт, я это совсем не рассчитал. Тут еще ребенок маленький. А, мы же можем ведь... Вот так вот сделать. Что-то я совсем забыл про такую возможность. Отлично. Так, а сейчас... Сейчас. Можно еще, кажется, Готэм сделать. Но это я пока делать ничего не буду. Потому что смысла как бы нету. Особого. Хорошо. Так, сейчас... Сейчас смотрим. Давайте чуть уменьшим у нас. Конечно, понимаешь, с новым кулером ты стал летать, но... Так. Централизацию пока мы не можем поднять. Наместничество... Блин. А ведь можно было наместником его сделать. Черт, а ведь реально... Мне эта музыка не нравится, что по попе хлопает. Что это такое вообще? Так. Блин, могли бы сделать вице-королевство. Серьезно. Мы поторопились. Я создал это королевство и отдал ему. Что это забрать? Ладно. Блин. Все-таки мы бы этим как раз вассальный лимит бы и стерли. И заодно бы... Ладно. Пока тогда не будем делать королевство. Это пусть будет королевство у нас нормальное. А номинальное уже будем дальше раздавать кому-то. Они хоть за? Вроде да. Все за. Почти. Но большинство точно. Объявление войны. О. Давайте так вот сделаем. Это конечно вассальный лимит увеличивает. Но вот так вот сделаем. Давайте, ребят. Можете денег отправить? О. Слушайте. Вы там давайте. Как бы у всех отношения сотки. Я очень надеюсь то, что... О. Все. Одобрили. Отлично. Все. А когда мы в следующий раз? Через пять лет мы сможем увеличить себя очно на два. Ого. Класс. Класс. Меня это устраивает. Абсолютно. Так. А здесь... Ой. Очень долго мотать. Полководство поставить нужно. Красавчик. Давайте сынули вот этого. Вот этого можно сделать. Так. Что мы сейчас имеем? А. Нужно лекаря. Давай сюда. Провести летнюю ярмару. Ну все. Пируем. Короче. Махав квали напал. Ой. Эти войны между вассалами. Это конечно такое себе. Так. Еретик. Ну ты вроде нормально. В принципе знаменитый лекарь это. Окей. Окей. Все. Завершите войну. Ты еще воюешь с гудзоней? А за что ты воюешь с гудзоней? За покорение. Вау. Нормально. Слушай. Если ты выиграешь, будет классно. А еще этот решил помешать ему. Красавица вообще. Так. Девочка. В интрижечку может быть. Да лучше будет. Это что моя внучка? Ой. Чувак. Ты конечно. И внука я будет другой обучать. Ты конечно наплодил конкретно. Чувак. Моя дочка. Да. Потому что еще и внучку отдали. Так. Чудесно. На самом деле. Очень чудесно. Ты у нас будешь вот этим самым экономистом. И. Нет. Давай лучше. Что сыном-то? Что сыном? Ты кто такой кстати? 5-2. А что с отношениями? А мы враг. Возмущен закон о наследовании. Амбициозный. Зависывай. Ой-ой-ой-ой-ой. Может тебя отдать под вассалитет вот этого? Мне кажется так лучше будет. Эм. Коннектикут. Кто им владеет? Ясно. И мы не можем его отобрать. Потому что ты воюешь. С нашим же вассалом. Это с неком. Нек напал на него. Серьезно. Ещё один сын. Слушайте. Ну. На душу грех такой брать. Опять читерить не хочется. Но. Мне уж очень интересно. Наш сын. Наш сын. Наш. 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 Всё. Всё. Я так больше не буду делать. Нам 91 год. Мы сделали ещё одного сына. Чувак. Тебе нужно в рекламах знаешь таких вот участвовать. Телевидения правда у нас уже больше нету. Но. О господи. 91 год. Ладно. Ребят. Давайте-ка мы на этом остановимся. Чё? Убавилось? Почему? А потому что ты заболела. И она убрала нам управленку. Одну из этого ты убрала нам. Класс. И ты хочешь стать ещё в президентом? Ты и так первая леди у нас здесь. Ну ладно. Спасибо ребят большое за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Уже начнётся движуха я чувствую в следующей серии. Потому что угрозы у нас нет. Да и сами вассалы как видите. Окей. Всё. 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 Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok